Масочный режим в Самарской области необходимо соблюдать до окончания пандемии. Находиться в салоне городского транспорта, как и в других общественных местах, без средства защиты запрещено. Городские власти делают все возможное, чтобы сократить число безмасочников и таким образом минимизировать риски заражения в общественном транспорте. Отсюда ежедневные рейды с участием полиции. Раньше иногда звучало, что я вообще не знаю, что есть такое требование. Вот я там не читаю, меня это не интересует и не касается, не хочу ее носить и так далее. Таких людей мы всегда из транспорта предлагаем им выйти. У нас совместно в рейде участвуют сотрудники полиции. Они составляют административный протокол в статье 20.6.1, часть 1. Там предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Здравствуйте. Добрый день. Проверка масочного режима маски на 9. Проверочные рейды по соблюдению масочного режима проходят как в автобусах и трамваях, так и в троллейбусах. По словам кондуктора Натали Денисовой, повязка на лице для нее давно уже стала привычным атрибутом. Не все понимают, правда. Многие забывают. Хотя написано, говорим, без толпы. Вот сейчас женщина тоже претензии предъявила. Что вы делаете с таким пассажиром? Предупреждаем, что в следующий раз из года, значит, высадим. В принципе, почти все уже катаются, соблюдают, стараются. Дело в том, что в случае, если в салоне транспортного средства пассажир не желает пользоваться масками, транспортное средство восстанавливается и свое движение не продолжает. Это чревато тем, что создаются пробки. Так как у нас транспорт рельсовый, то есть либо это троллейбус, то есть мы привязываем к контактной сети, соответственно, идет остановка движения на всем участке всего транспорта, всех трамваев, либо всех троллейбусов. Проверка касается не только пассажиров, но и сотрудников транспортных предприятий. Минувшие рейды выявили нарушения как среди водителей, так и кондукторов. Лицо, нарушившее требования масочного режима, привлекается к дисциплинарной ответственности. Для сотрудников они недополучат материальную премию, премиальную часть к заработной плате в следующем месяце. Каждый день в проверках участвуют сотрудники полиции, ДНД, представители транспортных предприятий и профильного департамента. На сегодняшний день составлено 170 протоколов. Начиная с осени, 1369 самарцев высадили из салонов наземного транспорта за отказ соблюдать масочный режим. Порядка 10 тысяч человек не допустили к проезду в метро. Ульфия Сафина, Николай Сидоров. События.